Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вообще, текст вопроса довольно большой, я не буду, наверное, его ведь читать. Суть в том, что автор вопроса, женщина в браке с своим мужем с 17 лет, у них двое детей, и, соответственно, они все время спорятся, все время ругаются. Недавно автор вопроса изменил своему мужу, о чем он узнал, правда, как узнал, автор вопроса не раскрывает, как узнал, но не говорит. С тех пор начались еще больше скандалы, постоянные проявления контроля, вот, обвинения, упрекания и так далее. В стране мужа также наблюдались измены, вот, как автор вопроса говорит, что на свадьбу он был пьян и застал его с общей знакомой. Вот, я как дура прощала. Сейчас, сейчас, на данный момент, на данном этапе, мужчина автора вопроса хочет, как бы, еще, еще одного ребенка, вот, но пытались, как-то, ну, пытались зачать, да, но не получилось это сделать, потому что первый раз был выкидочек, второй раз тоже не вышло. Вот, собственно говоря, вот, собственно говоря, автор вопроса спрашивает, как сохранить семью. Ну, пожалуй, первое, что нужно, это вам обрести большую психологическую устойчивость, потому что, сейчас у вас психологическая устойчивость вообще на нуле. И, соответственно, вы не то, что сохраните отношения с мужем, да, как бы, ну, не можете. То есть, вы себе, как мне кажется, определиться не можете и с собой, как мне кажется, договориться вот тоже не можете. А это, по факту, очень, очень, очень нужно. То есть, чтобы сохранить отношения, да, нужна, как бы, ну, постоянная модель поведения, да, чтобы сохранять отношения, нужна линия, ну, линия поведения. И линия поведения, как бы, ну, достаточно последовательная, при том, что, в общем-то, эффект, результат будет далеко не сразу. Вам нужно разобраться в своих чувствах, вам нужно поработать над самооценкой, потому что измены вы прощали не просто так, изменили сами своему мужу вы не просто так, прощаете забыть его и начать все сначала, вы тоже не просто так. То есть, в памяти одна важная вещь, что ничего забыть нельзя, ничего забыть не, ну, забыть, как бы, ничего невозможно. То есть, вот, и не нужно на самом деле ничего забывать, потому что то, что было, это так или иначе опыт. Не так важно, хороший это опыт, ну, позитивный это опыт или негативный, абсолютно не важно. И ваша задача этот опыт, этот опыт принять. Сейчас вы этот опыт, на мой взгляд, не принимаете от слова совсем. Пытаясь представить измену, свою измену, измену вашего мужа, пытаясь все это представить как, ну, скажем, случайность. То есть, вы представляете, это как, 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 как случайность. Вот. Но, позвольте, это все же не случайность. Давайте феткивать. Будем, ну, будем, будем, честно. Ну, это не случайность. А, то, что вы, вот, ну, то, что вы описываете, да, это не случайность. И... Нужно увидеть... А, причины... ...того, что вы сделали. Так же, я бы порекомендовал, изучить тему абьюзинга. Вот. Ибо ваш муж, к моему большому сожалению, ведет себя очень похожим на абьюз. То есть, он, он, вот, ведет себя как, ну, тиран. И вы еще, возможно, этого не понимаете, но... Для вас это хорошая сторона, что... Ага, что у вас, вот, такой тиран есть, потому что вы... А, в этом случае, вот, на злости, да, на... ...протесте, вот. А вы, как бы, позволяете себе, ну, вот, что-то, что-то, чего бы, ну, вполне может быть, что... Не позволили бы себе никогда. То есть, например, вы бы, ну, вот, вы... Ага, вполне, 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 вполне возможно, да... Не позволили бы себе, там, получить внимание, получить, вот, какое-то, ну, удовольствие, да, от того, что... От того, чем вы занимаетесь, от того, что вы делаете, ну, редко приняли ваш муж. Вот. Поэтому, эм... Ситуация здесь такова, что вам он нужен. Вам нужен, эм... Так, эм... Такой, эм... Ну, источник, эм... Такой мотиватор. Вот, давайте вот так скажем. Вам нужен такой мотиватор, Эм... Чтобы... Хоть немножечко себе что-то позволять. Эм... Ну, понятно, что... Вот... В... 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 Поэтому необходимо опираться на себя, на свои чувства. Необходимо как-то менять свой модуль поведения. И дальше уже смотреть, что вы чувствуете к своему мужу. Вот вы говорите, что понимаете, что без него вы прожить не сможете. Почему, во-первых, это первый вопрос, который хочется вам задать, а второй вопрос, пожалуй, который хочется вам задать, это такой, а считаете ли вы это хорошим основанием для того, чтобы оставаться в отношениях, невозможность без кого-то жить. Вот это тоже очень, очень важный момент, на мой взгляд. Потому что от ответа на него, на этот вопрос в общем и целом будет зависеть то, как дальше будет складываться ваша жизнь. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. какой-то вот такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышлений, постарайтесь быть готовы к любому развитию событий, в том числе, в том числе, с другом расставанию с мужем. Вот, и готовьте случиться операция на себя, вне зависимости от того, придется вам это делать или нет. Вот, ну просто потому что, в противном случае, зачем меняться вашему мужу. Ну, то есть, какой ему смысл, стимул и так далее. Вот. Естественно, можно модель взаимоотношений изменить, но, как мне кажется, сейчас вам важнее разобраться в себе. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь за помощью. Удачи. 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 Удачи.